Исполнение майских указов президента в Ненецком округе в текущем году может быть не достигнуто по 12 показателям, 6 из которых зарплатные. Речь идет в том числе и о заработной плате работников сферы образования и здравоохранения. В целом из 40 показателей в регионе планового значения достигают 28. О том, какие меры будут предприняты для исполнения всех майских указов, расскажет Мария Владимирова. В числе показателей, по которым в Ненецком округе могут быть не достигнуты плановые значения, 6 пунктов. Это оплата труда педагогических работников образовательных и дошкольных учреждений, педагогических работников дополнительного образования, младшего медицинского персонала, работников учреждений культуры и врачей. Для достижения планового значения зарплатных показателей работникам культуры и образовательных учреждений в июне были выделены дополнительные средства – 55 миллионов рублей. Между тем, плановые показатели в сфере образования не улучшились, а напротив, сдали позиции. Виной всему отвечает руководитель профильного департамента данные статистики. На 1 октября из 55 миллионов департаментом израсходовано 22 миллиона. Большая часть из этих денег, 33 миллиона, у нас запланирована на 4 квартал 2017 года. Исходя из этих расчетов, исходя из добавленной суммы в размере 33 миллиона рублей, мы выйдем на среднюю по концу года в общем образовании 72-252. По дошкольным образовательным организациям 62-632, по профтеху и у нас не хватает денег 6470 по учреждениям культуры, которые нам необходимо добавить и соответствующие заявки мы направляли. И по дообразованию нам не хватает 13 миллионов 869 тысяч рублей. Таким образом, при выделении данных сумм все показатели по 597 указу будут выполнены. Дополнительные средства на предстоящей сессии собрания депутатов будут выделены из сферы здравоохранения. 124 миллиона рублей должны быть направлены на повышение фонда оплаты труда работникам социальной и медицинской сфер. С учетом выделенных средств риска по недостижению зарплат врачей нет, отмечают руководитель профильного департамента Сергей Сверидов при условии, что прогноз по средней зарплате 71 638 рублей не изменится. Что касается марша медицинского персонала, есть недостижение от установленной подорожной карты на 14,4. Хотелось бы отметить, что по сравнению с показателями, которые были за первые по выходе, есть рост зарплатной платы на 6,7. Практически в суммарном выражении на около 5 тысяч. До конца года при выделении тех средств, которые были обозначены, показатели тоже будут достигнуты. На ближайшей сессии будет рассмотрен вопрос и о выделении дополнительных средств для приобретения онкомаркеров. В регионе есть риск невыполнения указа президента о снижении смертности населения. В рамках работы комиссии принято решение о выделении 3 миллионов рублей из окружного бюджета для приобретения онкомаркеров. Использование их при специализации населения в сфере раннего выявления онкозаболеваний в рамках исполнения плана по снижению смертности основных причин на 2017 год. Достижение установленного планового значения показателя смертность окнового образования, установленного указом президента 7 мая 2012 года именно на 598. Так как есть риск на достижение данного показателя по итогам 2017 года. Необходимый объем средств будет рассмотрен в ближайшей сессии уже в пятницу. Это пятницу на этой неделе. По данным Департамента здравоохранения, за три квартала текущего года отмечается снижение показателя смертности от болезни системы кровообращения на 4,7%, от болезни органов дыхания на 50%, от новообразования на 4,2%. При этом незначительно на 9% возросла смертность от болезни органов пищеварения. Также отмечается рост смертности от внешних причин на 9,7%, в том числе один случай от ДТП. При этом показатель смертности от ДТП в целом снизился на 67%. Смертность от туберкулеза сохраняется на уровне прошлого года. В младенческой смертности за 9 месяцев зафиксировано 3 случая. Между тем в регионе сохраняется естественный прирост населения. Он составил 219 человек или 6,7% на 1000 населения. Из ваших докладов из 40 показателей в зоне серьезного риска находятся 4. Еще ряд показателей у нас находятся в зоне риска, но при уже выделенном и выделенном будущем дополнительного финансирования они будут выполнены. Давайте вот наша задача попробовать ситуацию все-таки исправить, и чтобы на максимум 2 показателя у нас не обладать.